Жители поселка Хушет устали обивать пороги и выпрашивать у чиновников элементарные условия для жизни. А проблемам их уже не один год и главное это отсутствие трансформатора. Но все попытки добиться внимания не увенчались успехом. Продолжит моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Жить без электричества тут уже привыкли. Это поселок Хушет. Перебои здесь происходят регулярно. Свет включают на один день, а после снова темная неделя. Так условия своей жизни называют местные жители. У них постоянно выходят из строя техника, текут холодильники. Да даже дней не бывает, когда свет не отключают. Постоянно свет, постоянно свет. Из-за света связано все. Отопление, дом холодный. Тем более сейчас зима. Абсолютно все. А всему причина – отсутствие трансформатора. По словам жителей, эта проблема длится уже более двух лет. Чиновники их убеждают, что трансформатор в скором времени будет установлен. Но эти обещания звучат уже несколько лет. Ситуация не меняется. Уже вот каждый день у нас здесь отключение. Буквально весной, начиная, наши есть обращения и в ЖКХ, и туда в администрацию городскую по поводу установки этого трансформатора. Этого я не знаю, как этот трансформатор назвать. Вот мы подготовили площадку. Сюда выезжала их комиссия. Говорили, на пятой гражданской готовьте площадку. Здесь будет установлен вам трансформатор. Вот сделали, нет этого трансформатора. Юрист утверждает, трансформатор по документации давно закуплен. Но вводить его эксплуатацию почему-то не торопятся. Непосредственно сегодня этим занимается у ЖКХ, который является уже подчиненным получается. Они объясняют это тем, что якобы из-за пандемии, из-за того, что они в этом году не успели вовремя в закупочную процедуру установить, что необходимо купить данное оборудование. Хотя в 2019 году они закупали 27 трансформаторов. Почти каждый трансформатор получит 20 миллионов рублей. 24-27 миллионов за это. Мы решили сами обратиться в местную администрацию. Там нам пообещали исправить ситуацию в предстоящем году. Кажется, в районе с говорящим названием «перестройка» она длится вечность. Отсутствие дорог, лужи – это только полбеды. Весь район, как паутина, окутан оголенными проводами. В непогоду людям страшно даже выходить на улицу. Деревянные столбы, провода все висят. Это же любой момент, все вот замыкание, техника, все горит у нас. Вообще мусорная свалка, никаких дорог, никакого жилья. Это мы в городе, в городе числит этот район. Жители района уже не один год сдаются одним вопросом. Почему до сих пор нет этого трансформатора и когда его установят? Остается только надеяться, что обещания властей дойдут до действий. Люди до отчаяния доведения, даже готовы дороги закрывать, на площадь видеть. Просто-напросто мы начальник, вот этого, ЖКХ Ленинского района, он так доверительно отнес к нам, мы поверили ему. Мы думали, да, он рассказал, да, рассказал, он вроде бы так серьезно говорил. Ну, рассказал, поставил. Ну, видишь, оказался, это пустые слова. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Муса Салгиреев и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала.